Рад вас приветствовать на первом занятии курса People Manager. Это курс для руководителей, как следует из названия. И у нас первое занятие, мы поговорим про формирование сильной команды. Одна из главнейших задач любого руководителя – сформировать команду. У этого курса есть сайт, вот таким образом он выглядит. И сам курс состоит из 12 довольно-таки насыщенных занятий, где мы разбираем, в принципе, все аспекты работы руководителя от найма, обучения и удержания здесь будет, и мотивация, и зарплаты, премии, управление эффективностью сотрудников, работа с командой, контроль сотрудников. Все это здесь будет. Вот такой у нас с вами будет курс. Сегодня же мы поговорим про один из первых этапов работы руководителя – это формирование команды. и мы поговорим, как руководителю понять, кто нужен, какой портрет идеального сотрудника, какие есть варианты поиска, и как правильно набирать себе сильных сотрудников. Такая немножко философская будет набор философских мыслей на эту тему. Если вдруг мы с кем-то еще не знакомы, меня зовут Майк Притула. Я работал в разных индустриях и в разных компаниях. Свой, я бы сказал, даже еще не руководящий опыт, а опыт координатора я получил, работая в Альфа-банке. Это был 2006-2007 год, когда я распределял задачи между несколькими людьми и потом собирал от них отчеты и формировал для руководителя. А потом уже, спустя несколько лет, примерно с 2010 года, я стал полноценным руководителем. У меня были разные команды, у меня были в подчинении другие руководители. Самая большая команда была 20 с чем-то человек. И, соответственно, кроме того, чтобы быть руководителем и руководить людьми, я работал с руководителями. Например, в Wargaming я был HR-бизнес-партнером, где я помогал руководителям быть лучшей версией себя, руководить лучше. Давал им советы, подсказки, что-то помогал делать. Вместе мы проводили встречи с сотрудниками. И, конечно же, организовывал их обучение и развитие, всякие там тренинги, коучинг и другое, для того, чтобы они лучше руководили. Вот такой вот опыт, касаясь сегодняшнего курса. В работе полагается на лучшие мировые практики. Вам тоже рекомендую, конечно же, их отслеживать. Потому что это позволит вам всегда быть, опять же, лучшей версией самих себя. Если можете, напишите в чате вашу должность, чтобы я тоже понимал, с кем мы сегодня общаемся. А я пока пойду дальше и расскажу про наши дипломы. На всех наших курсах, и этот курс не исключение, есть домашние задания. Они продуманные, они детальные. Я их лично проверяю и даю обратную связь. Когда они все выполнены, тогда наши студенты получают наш диплом. Это хорошо оформленный диплом, который можно добавить к себе в свой LinkedIn. Дипломы выдаем в онлайне, но его можно скачать в PDF-формате. Платформа довольно-таки продвинутая. Там и другие топовые компании, такие как Google, свои дипломы выдают. Итак, переходим к теме нашего сегодняшнего занятия про одну из главнейших задач руководителя. Я хочу, чтобы мы с вами вспомнили очень известную речь Стива Джобса, который действительно был великим лидером и великим руководителем. Он построил огромную компанию, которая на сегодняшний день продолжает быть успешной, уже даже без него, и финансово стабильной. Однажды он сказал вот такую фразу. Возможно, вы слышали про эту фразу и знаете про эту ситуацию. Подумай, чего ты действительно хочешь? Продавать свою оставшуюся жизнь сладкую газировку или же пойти со мной и изменить мир? Так он переманивал к себе Джона Скаль, своего маркетинга-директора, который отвечал за открытие розничных магазинов, которые сейчас известны по всему миру, эти стеклянные кубики. И это показывает, насколько для руководителя важно заниматься наймом, важно формировать свою команду. За руководителя это никто не сделает. Могут помочь HR, рекрутеры, агентства, но вот сделать вместо, уж извините, точно нет и никак. Именно поэтому каждый руководитель должен четко понимать, как формируются команды. Именно поэтому мы сегодня об этом поговорим. Книг про формирование команд, про найм сотрудников очень много. Они действительно популярны, востребованы. И если вы смотрите какие-то интервью с бизнесменами, читаете их статьи, они постоянно какие-то книги про рекрутинг упоминают. Это не просто так, потому что они знают, насколько важен качественный рекрутинг. Одна из таких классных книг для руководителей называется «Как нанимать айплееров». И в ней есть несколько интересных мыслей, которые я полностью разделяю, хочу с вами поделиться. Так вот, подумайте, пожалуйста, если вас и ваших сотрудников уже не хватает для ведения бизнеса, вы осознали, что люди, которые привели вас туда, где вы есть, уже не приведут вас на новый уровень, вы увязли в административной и менеджерской работе, хотите освободить время, чтобы делать вещи, которых вы лучше всех, у вас отличный бизнес или работа, но нет личной жизни, вы поняли, что нужно окружить себя более сильной командой, ваш бизнес или команда напоминает детский футбол, и никто не дает пас и не играет на своей позиции, вы знаете, кто вам нужен для успеха, и теперь вы готовы понять, как их заполучить. Если это все про вас или что-то из этого про вас, то как раз и пришло время научиться нанимать айплеера, научиться это делать качественно и решить эту задачу раз и навсегда. Я, знаете, сегодня традиционно, когда читал в социальной сети, заметил такую интересную фразу, не помню, кто ее выложил, потому что много сейчас попадается всего, но она мне остановила мое внимание, мой взгляд, и там было написано следующее. Когда руководитель должен закончить нанимать сотрудника? Никогда. Потому что действительно это вечная, постоянная задача любого руководителя – формировать свою команду. Идем дальше. У вас, как у руководителей, должна быть возможность отпустить немного контроль, чтобы развивать свое направление. Подумайте, есть ли у вас, как у руководителей, а игроки, которым вы бы могли доверить вести какой-то участок или всю вашу работу. Вот такое очень важное. Я, когда руководил разными командами, несколько раз ошибался в найме, вот честно, положа руку на сердце и по разным причинам, на самом деле, брал иногда слабых людей. И кто от этого страдал? Конечно же, я, как руководитель. Мне прилетало от моего руководителя, я тратил свое время на исправление ошибок того сотрудника, которого я нанял. И я тратил время на то, чтобы потом принять решение и донести до сотрудника об увольнении и найти замену. Это, в общем-то, не очень продуктивное время и не лучший вариант, не лучший выбор. Именно поэтому надо понимать, что вы должны искать сильных игроков. От этого будет зависеть все. Особенно, если вы только присоединились к какой-то компании, только начинаете свой путь. Даже один А-игрок способен построить великолепную работу, чтобы вы, как руководители, могли наслаждаться своей жизнью. Поиск А-игрока даже может сохранить ваш брак и личностные отношения, потому что вы не будете работать по вечерам, по ночам, по выходным, просто потому, что кто-то в команде не тянет. И это ужасно. У меня было тоже, опять же, несколько раз в моей карьере, когда по разным причинам мои сотрудники что-то не могли сделать. И вместо них это делал я. И да, я это делал по вечерам, по ночам, по выходным. И, ну, скажем, не очень это приятное дело, когда ты делаешь свою работу, а потом еще чужую. Вот, кстати, здесь на фотографии у нас Джонни Айв. это тот человек, который был у Стива Джобса правой рукой и тот человек, который помогал Стиву Джобсу разрабатывать лучшие продукты. Один такой талантливый человек двигал компанию вперед. До сих пор все, что есть в Apple, это все его разработки. Он ушел, точнее, его потеряли. Тим Кук не смог удержать, видимо, я не знаю, точно причин, Джонни Айва. Но Джонни Айва ушел. И что мы видим? У Apple ничего не меняется уже несколько лет. Айфоны выглядят так, как последние разработки Джонни Айва. Макбуки не меняются, пока ничего не меняется. Мне кажется, это тоже признак, насколько важно иметь сильных людей, насколько важно их не терять, о чем мы тоже на этом курсе будем говорить. Что такое A-плееры? Часто руководители, они вот не до конца понимают, не до конца ощущают. Очень полезно подумать вот о чем. Как правило, у руководителей есть несколько сотрудников. И вот выбрать лучшего или лучших, если их много, то несколько лучших и остальных. И подумать, насколько эти лучшие продуктивнее. То есть, например, если у меня была команда рекрутеров и там было 10 рекрутеров, то 1-2 лучших рекрутеров закрывали вакансии раза в 2 больше, чем следующие по списку. То есть, они были примерно в 2 раза продуктивнее. Когда я этот вопрос задаю разным руководителям, ну, разные руководители дают разные ответы. Кто-то говорит там на столько-то, да, там на 30 процентов, кто-то на 50, кто-то в 2 раза, кто-то в 3 раза. А я так понимаю, что есть направление, где в десятки вас. Ну, это редко, честно, далеко не все так говорят. Но даже какой-то там прирост 30-40 процентов, это уже круто. Это как раз то самое время, которое руководитель не будет проводить, просто делая работу за сотрудника, а будет заниматься своим отбитом. Итак, давайте теперь же подведем итоги, кто такие А-игроки, и научимся их не путать с остальными. Я бы выделил три уровня на самом деле, если совсем упрощенно. Начнем с С-уровня, уровень С-игроков. Это люди, которые просто делают свою работу, потому что, если они делать не будут, будут их уволят. Я не говорю про людей, которые свою работу не делают или даже уже вредят. Такие тоже бывают, я их называю Д-плееры, Е-плееры, но таких вообще не должно быть руководителем. Итак, С-плееры, которые делают свою работу просто потому, что иначе их уволят. Б-плееры, это люди, которые ведут себя проактивно, берут на себя ответственность, показывают результат, при этом стараются делать больше, чем от них ожидается. Их очень часто путают с A-плеерами. Очень часто руководители думают, что это, в общем-то, предел всех мечтаний. Но это не так, это еще не A-плееры. A-плееры, это люди, которые находят возможности, как что-то сделать лучше, круче, улучшить в работе отдела компании, и которые решают проблему, я их называю под ключ. То есть, это означает, что они делают так, что руководитель, когда узнает, о сделанном, руководитель просто в хорошем таком шоке. Вау! У меня есть много таких примеров, но один из моих любимых, когда я попал в новую компанию, меня туда наняли строить HR-отдел, и в каких-то там первые свои дни работы в компании, наверное, первая неделя, как вы знаете, новый сотрудник, новый руководитель, нужно что-то рассказывать, другим людям показывать. Я заметил, что в переговорках нет телевизоров, на которых можно было бы выводить какие-то презентации, какую-то информацию смотреть. Я говорю, ребята, чего у вас нету телевизора? Они говорят, да как-то мы об этом не подумали, их реально не хватает, ну, просто не дошли руки. Давайте купим. Мне сказали, директор, он же собственник, вообще не проблема, я только скажу спасибо. И у меня была сотрудница, она была бывшей офис-менеджер, которая работала в HR и хотела стать people-партнером. Я говорю, Вера, нам нужны телевизоры в переговорке. Что отвечает Вера? Хорошо. Ну, хорошо и хорошо, да. Я ждал, что она потом придет, что-то у меня спросит, или я буду напоминать. Проходит, я не знаю, где-то полдня, а я говорю, ну, как дела? Она говорит, а это была, по-моему, пятница. Она говорит, да все отлично, в понедельник телевизоры будут висеть. Я говорю, как это будут висеть? Она говорит, ну, я уже сходила, выбрала в комфе телевизоры, взяла счет. Также я подумала, что им нужно где-то висеть, поэтому я выбрала для них крепление на стену, а еще у нас есть электрики, я уже с ним поговорила, чтобы он их подключил, и он еще на выходных купит материалы, чтобы там провести провода, все такое. Я вот в такой шоке. Я говорю, какие ты выбрала телевизоры, покажи хотя бы. Она говорит, ну, вот я эти выбрал. Мы обсудили, я ей предложил другие, потому что они были без поддержки 4К. Но смысл в том, что человек под ключ, и причем супербыстро. Супербыстро. Она с финансами договорилась уже об оплате. Вообще все. Так называется A-Player. Очень классно идею A-Player передает один из героев фильма «Человек, который изменил все». Есть такой классный фильм, называется на английском Moneyball, а в переводе «Человек, который изменил все». И там одну из ролей играет Брэд Питт, он тренер команды бейсбольной, если не ошибаюсь. Я их не помню. Я знаю, что американцы любят регбик, бейсбол, но не помню конкретно о чем этот фильм, про какой вид игры. Но суть не в нем, а он нанял аналитика, чтобы проанализировать парочку своих игроков. Этот аналитик, вместо того, чтобы проанализировать парочку игроков, проанализировал большое количество игроков, 50 с чем-то, и построил модель, которая позволила предсказывать эффективность игроков. Но это не все. Его один из важнейших выводов был то, что есть люди, которые в чем-то гениальны, но имеют изъяны и поэтому недооценены. Это я хочу, чтобы вы для себя очень четко поняли, потому что у вас есть два варианта работы с айплеерами. Первый вариант, если вы работаете в компании Google, у вас неограниченные бюджеты, вы можете позволить себе нанимать сотрудника на 10 тысяч долларов в месяц любого уровня, потому что так платят США, поэтому так готовы платить в любой другой стране. Тогда вы выбираете лучших игроков. Вы покупаете Роналда, Месси и так далее, если говорить о категории футбола. Но давайте честно, какой процент людей работает в таких компаниях, как Google? 0,0,0,0,0,1%. То есть из всех моих студентов наверное парочку, но есть еще похожие на Google, ну не парочка из 10 тысяч студентов таких наберется человек на 50, а то и 100, но тем не менее далеко не все. У других компаний таких возможностей нет, и я не хочу, чтобы вы подумали и сформировали у себя такое ожидание, что ну все, я теперь буду нанимать только A-плееров, подавайте мне лучших из лучших. Извините, ребята, если вы хотите нанимать лучших из лучших, вы должны готовы платить огромные деньги. Какой же тогда вывод? Вам нужно, это очень важно сейчас, это вообще ключевая мысль в нами, вам нужно найти те характеристики, которые ключевые для работы в вашей команде и быть готовыми терпеть изъяны людей. У меня однажды была такая история, у меня было много разных людей, у каждого были свои изъяны на самом деле, при том, что многие из этих людей были успешны. Например, у меня одна сотрудница была, она приезжала на работу в 12, уезжала в 4. Это бесило всех остальных рекрутеров, которые приезжали на 8.30, на 9, уезжали в 6.7. Но вакансии она закрывала вот так вот. Отношения с заказчиком у нее были прекрасные. Когда я садился в конце месяца, смотрел статистику, у нее показатели были не хуже, чем у остальных. Но у нее была такая особенность. Она жила на левом берегу, у нее был ребенок, она мать-одиночка, нужно отвезти в садик, накормить, на работу ехать час-полтора с пробками, домой, соответственно, тоже. Ну, то есть, ей было так комфортно по такому графику. Но вопросов к ней не было. Был другой сотрудник, очень талантливый сорсер, при этом мог половину своих задач забыть. То, что наобещал, не сделать. Мог вообще на выходных очень хорошо отдохнуть и сказать в понедельник, что заболел и будет во вторник. И таких хозяинов было уйма. Но если с ним правильно организовать работу, вот в своей профессиональной деятельности он был идеальным. То есть, он мог там буквально за пару часов найти сотни кандидатов профайлов, за несколько минут настроить их оповещение о наших вакансиях и в течение дня мы могли начать получать уже первые ответы кандидатов и назначать первые интервью. То есть, он делал ту работу, которую рекрутера могла занимать несколько недель буквально за несколько часов, имея при этом огромное количество изъянов. Я хочу, чтобы вы посмотрели это видео, оно где-то около двух минут, не сильно длинное. Это видео из фильма. Но мне очень важно, чтобы вы вот эту идею A-playerности правильно уловили, чтобы вы не искали людей, которые стоят 10 тысяч долларов на зарплату в одну тысячу долларов, чтобы вы научились искать тех людей, которые стоят вашу тысячу, но для вас будут работать как те, которые за 10 имеют какие-то изъяны. Что такое изъяны и недостатки? Это могут быть отсутствия опыта в нужной индустрии. Вы берете в IT-индустрию людей без опыта в IT-индустрии. Это могут быть какие-то касательно внешности вещи. Люди выглядят не по-корпоративному. Это могут быть языковые проблемы. Это могут быть какие-то личностные характеристики. То есть могут быть недостатки. Но идея в том, чтобы найти у них вот эти достоинства. Сейчас мы об этом поговорим, как это сделать. Дальше. У каждого бизнеса есть более важные и менее важные роли. У каждого руководителя в команде есть должности более важные и менее важные роли. На самых ответственных ролях обязательно должны быть A-player. Когда-то у меня этот курс, это занятие слушал один владелец бизнеса. Он говорит, я понял. Он говорит, у меня, а у него отель и ресторан. Он говорит, у меня самая главная роль ресепшионист. Вот как ресепшионист встретит гостей, от этого зависит все. Потому что если гостям не понравится, как встретили, уже потом ни повар, никто это не исправит. И наоборот, если им понравится, они будут всем рекомендовать. Идем дальше. Вот еще один мой студент, он точнее не студент, мы с ним вместе делали курс для бизнесменов в Ивано-Франковске и Львове, а он был соорганизатором, но он послушал несколько занятий и проникся и потом применял у себя в бизнесе. Он написал потом такой пост в Фейсбуке, это перевод с украинского языка. Признаки того, что твоя уборщица айгрок. Помыты две твои чашки от чая, которые ты оставил на своем столе в конце рабочего дня. Под новым кактусом стоит подставка, чтобы туда не текла вода. Вытерты ножки кресла, на которых следы от туфель. И ничего в этом списке этого не было. То есть просто человек сам взял и сделал. Человек удивился, что до этого уборщицы были очень такие, где-то помыли и все. Что еще важно понимать? Часто мы нанимаем слабых людей в надежде потом исправить. Google давно поняла, что это невозможно. Лас-Лабок даже сказал такую фразу. Не пытайтесь решить рекрутинговые проблемы коучингом. Нельзя сделать из лилипутов гигантов. Лучше сразу брать топ-перформеров на более высокие зарплаты, чем брать средних перформеров и обучением пытаться сделать из них топ-перформеров. Мы с вами не можем брать на более высокие зарплаты топ-перформеров, поэтому мы учимся в кандидатах выделять самое главное, нанимать людей, у которых есть самое главное. Когда мы пытаемся нанять людей и потом их как-то сделать эй-плеерами, это выглядит как в старом добром анекдоте. Жили-были мышки, все их обижали, они пришли к сове и говорят «Мудровая сова, помоги, все нас едят, скоро нас не останется, что делать?» Подумала сова и говорит «Мышки, станьте ежиками, будете колючими и для охотников недоступны». Мышки довольные побежали домой с четким решением стать ежами, но вдруг, остановившись, начали задавать себе вопрос «А как стать ежами?» Кто вообще знает? Никто не знал, поэтому снова прошли к сове и спросили «Сова, как же стать ежами?» Она их отправила домой, сказала, что «Я не тактик, я стратег». Вот так иногда бывает. Приходит генеральный директор HR, он говорит «Найдите мне сотрудников». Нашли сотрудников на небольшие деньги, он говорит «Сделайте из них A-плеера». Почему не A-плеера, и «Сделайте из них A-плеера». Это и есть мышки, станьте ежиками. Найм A-плеера. Для того, чтобы все-таки нанимать A-плееров, что нужно? Во-первых, никогда не нужно нанимать людей, чтобы просто закрыть вакансию. То, что иногда руководители делают. Нужно искать классных людей всегда, постоянно, даже если вакансий нет. Если вы думаете о рекрутинге только тогда, когда возникла вакансия, ну, sorry, вы уже проиграли. Что еще нужно понимать? A-игроков нужно нанимать просто потому, что когда вы перестаете нанимать A-игроков, ваши текущие A-игроки начинают уходить. А когда вы начинаете нанимать A-игроков, новые A-игроки начинают к вам приходить. То есть A-игроки притягивают других A-игроков. Какой же тогда должен быть принцип подбора? Принцип подбора такой, что нам нужно всегда иметь большой пул людей на входе, около 300 человек установлено опытным путем, которые обладают базовыми навыками. Потом нам нужно иметь цепочку этапов отбора, эти 300 людей быстро через них провести и на выходе получить свой найм. это просто игра в число. Это просто такой конкурс. При этом A-игроками людей не делает работа в классных компаниях, какие-то вузы и так далее. То есть нам не надо пытаться по каким-то характеристикам резюме предугадать A-игроков. Часто по резюме непонятно, кто A-игрок. Часто мы просто должны по резюме отобрать более-менее подходящих и только в собеседованиях, в тестовых заданиях, ролевых игрок мы поймем, кто есть кто. Соответственно, если у вас ситуация, когда вам нужно из двух кандидатов выбрать финалиста, это плохая ситуация. Вы должны быть уверены, что изначально кандидатов было много. Еще раз, найм A-игроков это игра в числа. Чем больше подходящих кандидатов вы рассмотрите, тем выше шансы, что вы найдете своего A-игрока. Всегда боритесь за то, чтобы на рассмотрении было больше кандидатов. Как же понять, кто A-игрок для вас и как же выделить основные характеристики, чтобы что-то остальное с чем-то смириться или что-то доучить, дообучить человека. У нас, когда я работал в Ideals, тоже была очень интересная ситуация. Генеральный директор однажды, когда у нас была вакансия Sales говорит нам найдите нам я не помню как ее звали, она была у нас в США, найдите нам Sales вот как она. Она мне как Sales вообще нравится и она просто продает больше всех. Когда я начал с ним обсуждать хорошо, откуда она пришла, он говорит, она пришла из колл-центра, она никогда не продавала. А когда говорят найдите нам Sales как она, требование, опыт работы с Sales. Как разработать свой профайл A-плеера? Всегда начинайте с какой-то ключевой должности, то есть наиболее важной. Опишите, что происходит, когда кто-то в этой роли работает лучше всех, какие-то результаты. Например, если я беру рекрутера, рекрутер закрывает больше всех вакансий. Потом определите 5-7 ключевых наблюдаемых результатов, обозначающих, что кто-то работает лучше всех. Закрываются вакансии, довольные заказчики, довольные кандидаты, низкая текучесть и так далее. Теперь сделайте список всех сотрудников, кто занимал должность и подумайте, что делали лучшие сотрудники для достижения результата. Просто вспомните. Это непросто, это придется подумать, но это очень важно. Потом, когда вы об этом подумаете, напишите, какие навыки, знания, таланты нужны человеку, чтобы вот так себя вести, как вел тот лучший или те несколько лучших сотрудников. Дальше подумайте, вот есть список характеристик, что из этого дается от природы, а чему можно обучить. Как правило, профессиональные знания, они приобретаемы, какие-то личностные характеристики, они от природы, то есть человек такой родился. Поэтому вы должны фокусироваться именно на тех характеристиках, которые от природы. Потом еще полезно подумать, а как вообще этот человек попал к вам в компанию, где работал раньше. Простой вопрос, примитивный, но очень многих руководителей он привел к повторным наймам A-Player, включая меня. То есть однажды, когда я нанимал на телеканал СТБ рекрутеров, я осознал, что мои лучшие рекрутеры работали в ритейле. Когда я начал обращать внимание больше на рекрутеров из ритейла, я получил себе поток кандидатов, хотя обычный ритейл не очень себе хороший источник для телевидения. Более близкий был бы какой-то креативный маркетинг, IT, но тем не менее. Многие компании вот так для себя открывают какой-то интересный необычный источник и начинают нанимать людей оттуда. Также подумайте, как можно в этот источник как можно больше донести информации о ваших вакансиях. В одной компании вообще было прикольно. Когда мы искали SEO-специалиста и заказчик, нанимающий менеджер, говорила «Да, все не то». И мы сели с ней разбирать проблемную вакансию. Я говорю «Слушай, расскажи мне про твоего текущего сотрудника. Ты им довольна?» «Да, вот такого бы найти». Я говорю «Откуда ты его нашла? Как он оказался в нашей компании?» Она говорит «А, есть такой чувак, он мне его порекомендовал». Я говорю «Давай спросим у него еще одну рекомендацию». Я говорю «Слушай, точно». «Так он деньги берет за рекомендацию». «Не проблема, заплатим». Обратились к этому чуваку, он дал двоих кандидатов, двоих пособеседовали, она говорит «Мне оба нравятся, давайте возьмем вот этого». Взяли и все, просто человек, она была в восторге. Она говорит «Насколько очевидное решение». И часто руководители не думают откуда пришли в лучшую саду. Это вообще есть такая фраза «Низковисящие фрукты». «Low hanging fruits». В американском языке очень распространенное. То есть сорвать низковисящий фрукт. Проходишь, не нужно куда-то тянуться, напрягаться. Это самое примитивное, что можно сделать в рекрутинге. Вспомнить лучших сотрудников, вспомнить откуда они у вас появились. Вы можете для себя открыть какие-то уникальные каналы. Идем дальше. Пойми своего айгрока. Когда вы почувствуете, поймете, кто этот человек, как он выглядит, опытных руководителей, которые нанимали много людей, это уже на уровне интуиции выработалось. Когда я работал на телевидении, у нас была Галина Вячеславовна Пилютикова, генеральный продюсер. Она пересобеседовала людей, я не знаю, даже не побоюсь сказать тысяч сто, наверное. Потому что всех творческих сотрудников нанимали через собеседование с ней. Нанимали мы таких людей где-то по человек 30 в месяц творческих. И она собеседовала где-то по 3 финансов. То есть я думаю, что у нее было реально 100 собеседований в месяц. Это сколько? Тысяча в год. Она на телевидении 15 лет проработала. 15 тысяч. Она переборщила. Тысяч 15. Она общалась с людьми, она даже не узнала и не могла как-то мы с этим потом долго работали, чтобы она рекрутерам донесла эту оценку, кто ей нужен, почему она кого-то говорит классно, а кого-то нет. Но поначалу просто да, подходит, да, не подходит. И какие-то характеристики, на которые обращали внимание рекрутеры, они были, вы знаете, у одного есть, у другого нету, этот подходит, у кого нету, а у кого есть, почему-то начали больше обсуждать почему да, почему нет, рекрутеры научились видеть так же, как она. Так вот, моя мысль о том, что руководители, которые много нанимали, они уже это знают, у них уже внутри выработалась система. У тех, которые только начинают нанимать, вам это нужно сделать, вам нужно научиться видеть своего а-игрока, и тогда вы начнете рассматривать кандидатов, которых ранее игнорировали. Идем дальше. Концепция поиска iPlayer. Никогда не нужно пытаться приручить iPlayer, так как приручить орла. Надо понимать, что эти люди приходят к вам, чтобы перейти на какой-то с вами следующий уровень, и вполне вероятно уйдут. Когда-то основатель LinkedIn, он даже у себя в компании вел такое правило. Он был расстроен тем, что люди увольняются. Он сказал, давайте вообще относиться к найму как к временной такой истории. Давайте себе признаем, что люди приходят к нам на два года, и поэтому мы сразу так будем рассматривать. Если они у нас захотят остаться и зайдут на следующие два года, это круто. Идем дальше. Как находить? Во-первых, подготовьте команду. Все в компании вокруг должны знать, что вы заинтересованы в знакомстве с талантливыми сотрудниками. Регулярно собеседуйте людей. Я часто руководители спрашиваю, когда вы последний раз собеседовали кандидата. Если это было больше, чем месяц назад, это плохо. Вы должны собеседовать регулярно. И создавайте внешний кадровый резерв. Формируйте вокруг себя людей, которых вы готовы нанять и выстраивайте с ними отношения. Рано или поздно они к вам придут. Если нет вакансии у вас, помогайте им трудоустраивать другие компании. Итак, всегда поддерживайте контакты с игроками. Для них тоже не так много работы. И рано или поздно они придут к вам работать. не думайте, что они полетят к вам в объятия с удовольствием. Но это придется поработать. У меня было одного сотрудника из компании Preply. Когда он оттуда ушел, я зазывал в компанию Ideas. Он долго сопротивлялся. Он со мной уже работал. Он хотел какой-то новый опыт. с одним и тем же руководителем. Хотя некоторые любят, некоторые хотят другое. Я его уговаривал. Я ему разные условия предлагал. Он сопротивлялся. Потом все-таки нанял. Он был доволен. И успешно поработал. Потом пошел дальше работать. Но это так случается. За A-плеерами нужно поохотиться. Поэтому следите за игроками ваших конкурентов. Вообще не стесняйтесь. У них у конкурентов. У вас перед конкурентами нет обязательств каких-то особых. Поэтому это не запрещено законом. Поддерживайте связь. Пригласите на обед или на кофе. Не стесняйтесь предложить им работу. Даже если сейчас они откажутся, когда-нибудь они скажут, что я сейчас открыт. У меня такое было много раз, когда я активно людей переманивал и кто-то говорил нет, не сейчас. Потом когда они были открыты, они говорили, а я теперь открыт. Что еще важно? Не игнорируйте первое впечатление. У нас, когда я работал в Wargaming, был один этаж из 16 специально оформлен для прессы, для гостей, для журналистов, для разных иностранных гостей, чтобы производить впечатление. Постарайтесь, чтобы у вас в компании тоже было что-то для хорошего впечатления на этих людей. Если оно есть, компания, у него офис был на четырех этажах, и он мне выделил свой самый лучший кабинет, самую крутую переговорку. Он сказал, я хочу, чтобы ты собеседовал кандидатов там, потому что они должны увидеть нас с лучшей стороны. Это была его любимая переговорка, она была очень дорого обставлена, реально, у меня до сих пор где-то есть фотка, она очень классная. Я игроки не продают себя так, ци игроки, помните об этом, тоже важно понимать, а игрок это не человек, который на собеседовании будет блистать. Илон Маск, он неплохо общается, а его старые видеоинтервью он заикается, он сутулится, хотя как бизнесмен очень успешный. Посещаете всевозможные индустриальные события, конференции, туда люди приходят довольно-таки не последние, люди заинтересованы. Человек, который не хочет развиваться, он даже время свое не потратит на какую-то конференцию, поэтому там собираются интересные люди. Теперь по поводу технических моментов. Для того, чтобы вы сами или с помощью рекрутеров могли найти A-плеера, нужно себя или рекрутеров забрифовать. В идеале у вас должна быть готова заявка на подбор. Постарайтесь ее заполнить по такому образцу. Дальше. Вам очень важно правильное описание вакансии. Лучше руководителя, никто его не напишет. Постарайтесь сделать это самостоятельно. И постарайтесь указать не только минимальные требования, но и то, что в вашем понимании является A-игрок на этой роли. Не пишите вот такие стандартные скучные объявления, которые вызывают такую реакцию. Хочется зевать и хочется спать. сложные сочиненные, сложно подчиненные предложения не нужно. Лучше рискните, напишите дерзко, броско, нестандартно, но оно будет круче, чем нудное объявление. Не можете сами воспользуйтесь чат GPT. Я, например, отдал этот текст чату GPT, он здесь написан, и дал ему текст вакансии, первой попавшейся с джоб сайта. Так он даже эту вакансию круто переписал. Там чуть-чуть отредактировать и можно постить. Это по поводу дерзко бросок. В целом универсальный, успешный, хороший текст вакансии, точнее образец, у вас будет вот здесь. Вы тоже можете его как образец сдать в чат GPT, а потом попросить написать ваш. В нем есть описание компании, есть небольшой стори тейлинг, есть информация про команду, что мы ценим в кандидатах, есть ожидаемые результаты, и это тоже на чем я рекомендую акцентировать внимание. Знаете ли, обязанности никому не интересны, потому что все понимают, какие есть обязанности у той или иной должности. Что людям интересно, что конкретно мне здесь у вас нужно будет делать, опишите мне мои ожидаемые результаты или иными словами цели. Дальше требования, я рекомендую отдельно написать ваши стандартные и отдельно те, что дадут кандидату преимущество, даже если они где-то сильно завышены. Обязательно укажите, что именно вы предлагаете вашим лучшим кандидатам, отвечая для себя на вопрос, почему кто-то должен вообще захотеть у вас работать, а не пойти в какую-то соседнюю компанию. И дальше призыв к действию. По такому образцу рекомендую делать текст вакансии. Также рекрутер вероятнее всего будет контактировать пассивных кандидатов, помогите рекрутеру составить текст, называется pitch. Он чуть отличается от текста вакансии. Если у вас такая возможность есть, я не знаю, какая у вас роль в компании, круто, конечно, чтобы вы работали с лучшими рекрутерами. У нас есть чек-лист оценки рекрутера, если это в ваших полномочиях, вы можете оценить рекрутеров и выбрать самых лучших, самых сильных для работы с ними. Дальше, оценка. Тоже то, на чем нужно будет тщательно продумать. Поскольку у вас вверху воронки будет около 300 кандидатов, вы должны каким-то образом сузить их до какого-то количества финалистов. Что здесь, кроме стандартных интервью, может помочь? Вы можете использовать тесты на общие умственные способности. Считается, что один из самых точных инструментов используют Google, Procter & Gamble, ING, многие другие успешные компании. Есть системные решения, например, Assess First. Оно очень похоже на IQtest. Есть куча примеров, есть провайдеры, такие как SHL, которые это предлагают. Дальше обязательно старайтесь дать тестовое задание, но то, которое можно сделать на собеседовании, потому что дома сейчас у людей есть чат GPT, который может сделать это за них. Что еще? Несколько требований к тестовому заданию. Если вы будете давать что-то, что делается дома, подумайте, какое должно быть задание, чтобы чат GPT его сделать за человека не смог. Иногда те люди, которые с кем-то взаимодействуют на работе, с клиентами или еще с кем-то, для них лучше подойдет ролевая игра, то есть сценка, где человек с кем-то общается, что-то продает. Если нужен английский язык, вы можете либо тесты использовать, либо перейти на общение, либо нанять языковую школу, если не английский, аналогично, чтобы это оценить. Также не забывайте о проверке рекомендаций. В рекомендациях что хорошо, что вам будут говорить о человеке эти люди, которые видели его в работе. Тут важно не спрашивать рекомендуете, не рекомендуете и так далее, а важно спрашивать про примеры поведения человека. Тут важно задавать правильные вопросы, поэтому здесь будут примеры правильных вопросов. Лучше всего, и это правильно, когда руководитель сам звонит и собирает рекомендации. Я понимаю, что мы рассчитываем, что будут делать рекрутеры, но, например, в некоторых компаниях, где я работал на ключевых должностях, рекомендации собирали сами руководители, и они предпочитали это делать, потому что, во-первых, руководители с руководителем общаются, а не HR или рекрутер с руководителем, во-вторых, есть возможность задать любые вопросы, но в целом это полезно. Поэтому вот вам пример вопросов для сбора рекомендаций. Также очень важно понимать, что кроме оценки кандидата, важно понять мотивацию кандидата. Есть набор вопросов, которые в этом могут помочь. Вот хороший вопрос, насколько вообще человеку эта вакансия интересна по 10-бальной шкале. Вы удивитесь, что далеко не каждый человек будет говорить 10 из 10. И поэтому этот вопрос будет полезен. Вы можете спросить, почему не 10, чего не хватает. А если кто скажет 10, отлично, а почему именно 10? Очень хороший вопрос про факторы выбора работы. Но не 1-2, а именно 5. Такое оптимальное количество. Ну и другие вопросы, про бенефиты, про остальные тоже полезны для понимания человека. Надо понимать, что кроме оценки мотивации, нужно человеку и о компании вакансии рассказать. Нужно эту мотивацию сформировать. Поэтому нужно рассказать о компании, награды, достижения, о команде, о себе как руководителя и почему в этой компании работать круто. Заработная плата тоже важная часть. Иногда переговоры это как сражение такое. Я бы рекомендовал спрашивать и ожидания, как это мы обычно спрашиваем, и минимальный уровень, ниже которого человек не готов рассматривать. И оптимальный уровень, например, спросить, сколько человек хочет через год. И предлагать среднее между минимумом и оптимумом. Потому что когда мы говорим про ожидания, люди иногда либо завышают, либо занижают первую цифру. Когда мы говорим о ваш минимум, идеальная цифра, сколько через год бы хотели, и берем среднее, тогда мы где-то попадаем плюс-минус то, что нужно предлагать. Что, если мы чуть-чуть не попадаем в желаемую цифру, чуть не хватает. Можно сделать акцент на то, что в компании есть какие-то компенсаторы, это недостающие цифры. Например, международная компания, команда экспертов, какой-то классный продукт, классный офис, другой уровень свободы, может быть, HR или рекрутер, который будет поддерживать, привязка к долларам или к евро оплаты, какие-то классные инвесторы, идея, история, но вот что-то могут быть такие финансовые факторы, которые нужно тоже проговаривать. Несколько полезных книг про рекрутинг, и вот эту книгу я бы особо выделил, я в начале занятия говорил, что руководители, бизнесмены часто рекомендуют книги по рекрутингу, вот это одна из самых часто рекомендуемых книг бизнесменам и другим бизнесменам на тему найма, хорошая книга на самом деле. И фильмы, кроме одной книги, фильмы, где так или иначе идет речь про нас. Кстати, вот у «Волк с Уолл-Стрита» точно такая же история, если вы помните фильм, главный герой, которого играет Леонардо Ди Каприо, он пытался нанимать опытных брокеров, у них ничего не получилось, он понабирал людей, продавцов от Бога, кто-то продавал машины, кто-то продавал страховки, кто-то еще что-то, и научил этих людей продавать ценные бумаги, и они продавали круче, чем биржевые брокеры. Вот еще один пример. И вот фильм, о котором я говорил, «Человек, который изменил все», «Манниболл» с Брэдом Питом, тоже классный фильм. Домашнее задание для тех, кто на курсе, кто еще не на курсе, я, конечно же, вас приглашаю пройти этот курс для руководителей. Составить профайл своего A-плеера по инструкции, которую мы сегодня рассмотрели, еще раз надеюсь будет. На этом сегодня все. Спасибо всем за внимание. Приглашаю еще раз всех на курс. И до скорых встреч. Пока-пока.